Классическая музыка. Одно это словосочетание вызывает гамму чувств и внутренних переживаний. Ты сразу представляешь себе концертный зал. Огромные люстры заливают пространство благородным золотым светом. На сцене оркестр, полный состав. Все в смокингах, уверенные, спокойные ждут. Публика затаила дыхание. Вдруг ветерок по залу, выходит дирижер. Волшебник, управляющий данным действом. Маг и чародей. Оркестр приветствует его стоя. Дирижер жмет руку первой скрипки, делает какой-то знак, и оркестр усаживается. Последние приготовления. Неожиданный взмах дирижерской палочки, звенящая тишина в зале и музыка. Музыка. Сегодня у меня в гостях заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель и главный дирижер заслуженного академического симфонического оркестра Национальной радиокомпании Украины Владимир Шейко. Сразу смотрим визитную карточку нашего гостя и начинаем разговор об искусстве, не омраченном ничем. Музыка. Володимир Шейко. Художній керівник та главный диригент заслуженного академического симфонического оркестра Национальной радиокомпании Украины. Заслуженный діяч мистецтв Украины. Закончил Київську державну консерваторию имени Чайковского за фахом оперно-симфонічное диригування и хоровое диригування. Сажувався у Великому театрі опери та балету в Москве. 90-го року створив перший в країні недержавний симфонічний оркестру Украина. С 2005 року художній керівник та главный диригент заслуженного академичного симфонічного оркестру Национальной радиокомпании Украины. Вы сразу знали, что станете дирижером. Именно дирижером, а не кем другим. Вообще учился я музыки, очень любил ее. Но хотел стать моряком. Но наоборот. Мореходное училище, паруса, в общем, мечта. Но потом где-то к восьмому классу я решил стать уже музыкантом на военном корабле. Потом мне... Да, ну как-то соедините две вещи, потому что музыка тянула. Потом хотел стать дирижером на военном корабле. Потом потихонечку от корабля я отошел. И, конечно, уже где-то восьмом-девятом классе... Ну, я поступил в музыкальное училище после восьмого класса. Окунулся в музыку, и это уже заполонило полностью мое сознание. И, в общем, дальше была только музыка. Я очень активно учился. Хорошо, много. Везде на двух факультетах. Училище музыкальное, в консерватории. Поэтому, как бы, время было мое занято этим. И мои мысли были заняты только этим. Легко давалось учеба? Да, учеба давалась легко. И это... Нету физики, нету биологии какой-то там, да? Хотя всем было хорошо с этим. Но все-таки было полностью время освобождено музыки. Кроме того, играли рок какой-то с мальчишками. Интересовались джазом. Я играл в фортепиано в дуэте джазовом. Мы там играли, делали композиции на Битлз, на Юрайан Хип какие-то. В общем, мой партнер стал известным джазовым пианистом. Основатель клуба джазов в Кременчуге. Лауреат конкурсов международных джазов. Поэтому это все было такое время колоссальное. Причем в Полтавское музыкальное училище я там учился. Учили очень много музыкантов. Кстати, главный дирижер национального симфонического учился. Со мной Володя Сиренко. Я руковожу оркестром, радио национальным. То есть было очень много интересных музыкантов. Кто-то играл в Махмуда Исенбаева, там какая-то часть музыкантов. Это была такая очень активная атмосфера. И оттуда много родилось хорошего и мощного. Еще началось с Полтавы, а потом был Киев. В 88-м году вы закончили консерваторию Киевского государственного имени Петра Ильича Чайковского. И в этом же году вы режиссер-постановщик Киевского академического театра «Опереты». Что это такое? Дирижер постановщик. Извините, дирижер постановщик. Что такое за дирижер-постановщик? Это такая в Советском Союзе была градация. Дирижер, дирижер-постановщик, главный дирижер. Это степень какая-то. Степень, да. Приопрешенность к лику святых. Дирижер-постановщик это тот дирижер, который имеет право на собственной постановке спектакля. Не только дирижирует поставленные, а является сотворцом вместе с режиссером спектакля. А в 89-й, 91-й вы стажировались в Московском Большом театре оперы и балета под руководством Фуата Мансурова, насколько я знаю. Театр это то место, как университет, где учат стены. Мы там были, мы купались в этой атмосфере. Мы попали в эпоху, когда в Москве... Спиваков нам читал лекции. По 10 лекций каждый год. Еще он не уехал с Спиваков в Испанию. Еще Гергиев не стал. Гергиев только был назначен через полгода главным дирижером Маинского. Еще народ не разъехался, была такая ностальджи, уезжать или не уезжать. Многие артисты собирались, так сказать, вот в этой ситуации, перестройки, перемалывания всего. Вопрос был, как дальше? И это было, доваривало колоссальную энергию. И духовную, и музыкальную. В 2002 году, если я не ошибаюсь, вы создаете первый негосударственный симфонический оркестр Украины. Раньше. Раньше? Да. Это был 90... Осень 90-го. 90-го. И 2002-й, да. Я ошибся, естественно, куда. 91-го. Ну, как раз на спине. Только Украина становится независимой. Еще до независимости. Еще до независимости. И с этим оркестром Украины вы объездили полмира, издавали диски, делали много записей на украинском радио, на телевидении и так далее. Организовали фестивали международного искусства в Украине, Швейцарии, Италии. Вот об этом цикле вашей жизни поподробнее, пожалуйста. Поскольку это было время уже перестройки, перед изменением вообще нашей жизни, перед свободой Украины и так далее. Мы создались в октябре 90-го года. Я мотался из Москвы в Киев и так далее. Была идея создать самый лучший оркестр. Идея была свободы. Свободы репертуара, свободы выбора, свободы передвижения, свободы всего. И потому я создал первый негосударственный оркестр, который как бы олицетворял для меня и для многих мечту. И потом мне было 28 лет. Я обратился просто так к части людей, ну, что говорится, на улице. Не знал многих музыкантов. Я собрал самых лучших музыкантов. Мы сделали контрактную систему, тогда еще этого тоже не было. И у нас были, то есть у нас были сливки музыкального общества. Причем они настолько мне... Это люди, которые играли с великими дирижерами. Как они мне поверили, я в них очень многому научился. Мы проехали порядка 150 тысяч километров по Европе с гастролями. Так примерно, чтобы говорить. Да, да, да. В одной Италии мы дали в те времена 94 концерта в 60 городах. То есть мы возвращались по полтора раза. Ужас, ужас. Во Франции 52 города во Франции. Ну, это... Красота. Это целая история. Целая эпоха, конечно. Но самое главное то, что у нас была задача. Мы не жалели времени и сил. И они не жалели времени и сил. Они могли бы сказать, ну, парень, что ты там нас учишь. Но они настолько скрупулезно делали все. Мы играли виртуозно. Я сейчас понимаю с такой ретроспективой, насколько это было хорошо. Виртуозы Киева, виртуозы Москвы относительно недавно до нас созданы были. Мы, конечно, пошли этим путем. Но оркестр у нас был больше. Это был малый симфонический оркестр для начала. Люди работали на постоянных окладах. Это было тоже все новое. И название мы дали очень простое. Мы очень долго думали о названии. Потом вспомнили, что как вы яхту назовете, так она и поплывет. И решили назвать Украина. Потому что наша задача была глобальная, представить. Ну, это вам удалось. По-моему, даже блистательно. С 95 по 2005 этап на вашей жизни еще один. Насколько я знаю, вы работали главным дирижером Киевского академического театра «Аперетты». Да, уже национальный дали ему. Уже национальный. Где вы раскрылись как театральный дирижер. Вот чем отличается театральный дирижер от дирижера концертирующего? Это разная система действия. Во-первых, театральный дирижер должен знать очень много смежного. Кроме всего своего оркестра. У него в его поле деятельности задействовано, естественно, сотрудничество с режиссером, с балетом, с хором. Огромное пространство. Объекты сценические передвигаются. Объекты, издающие звук. То есть артисты. Оркестр на месте. О, я теперь буду знать, как артиста называть. Это объект, который издает звук. Здорово, здорово. Устами дирижера. Есть пространство, которое постоянно изменяется. То есть кроме своего личного желания и концепции, я должен еще соразмерить с тем, что происходит на сцене. Видно ему меня или нет? Удобно ему или нет? В каком расстоянии находится? То есть еще есть география в этом деле включается, свет. Происходит комплекс. Происходит комплекс, шоу-комплекс такой, в котором дирижер должен соразмерять свои интересы творческие, интересы тотальные, сценические. И как это все слепить в одном, и что происходит сзади. Часто публика действует на дирижера, либо возбуждающего, либо успокаивающего. Отсюда темпы рождаются. О, здорово. Давление, например. Если низкое давление, вокалисты тяжелее поют, труднее смыкаются связки. Даже это влияет, вот в театре, в театре поставил спектакль, и там 5 лет эксплуатируется. Тут нет проблемы новизны музыкального материала, есть проблема новизны ситуаций. Ситуативная проблема каждый раз. Сколько публики в зале, жарко или холодно. Отличное, высокое давление или низкое, даже это. И так далее. Заплатили зарплату или не заплатили. Огромный механизм с тысячами каких-то нюансов, которые все надо улавливать. Они меняются, как живой организм каждый раз. Это не фильм, именно в этом смысл театра. Здорово, очень здорово. Вот, извините, вы ставили Гершвина, Кальмана, Штрауса, Фенбаха, других, 15 постановок, по-моему, да, у вас было? Какая больше всего запомнилась? Больше всего запомнилась «Порги без Гершвина». Почему запомнилась? Запомнились все, потому что они все любимые. «Порги без Гершвина» была глобальная постановка, мы ставили с отличной группой. Режиссер-постановщик был Петр Ильиченко из театра «Франко», художник из театра «Франко», главный художник Андрей Александрович, Алла Рубина, балетмейстер. Мы собрали тоже компанию такую, нашли деньги в те времена, это было неожиданно, спонсорские деньги, много. Сделали огромные двухэтажные декорации, которые разворачивались. В конце, когда «Порги» уходил искать свою любовь, искать свою Бесси, все это разворачивалось, он уходил в солнце, в море, в сторону океана, который был залит солнцем. Он бросал костыль и уходил. То есть, в чем было интересно, мы тоже применили совершенно новую систему постановки. Если такие спектакли масштабные, раньше в советское время оставились 6-8 месяцев, это такой стандартный, мы поставили с ног на голову и сделали спектакль в трех составах, полнометражных, то есть три состава артистов за 2,5 месяца от начала открытия материала. Почему она учитывая, что это оперета, а музыкальный язык очень сложный, кроме того, что он джазовый, там использованы достижения уже 20 века, Шостаковича иногда и так далее. Я их обманул, в каком плане? Я им не давал 2 месяца, я сделал фотосессию, сказал, вот ты красавица, ты чудовище, у вас есть любовь, у вас есть конфликт. И мы, актеры, не получив, слушая постоянно музыку из Эллы Фиджеральд, ну эти все версии, они сами создали образы. Потом мы сделали фотосессию в январе, а спектак поставили в июне, и я потом после этого 2 месяца держал в загадке. И они саму коллизию рождали внутри себя, кто кого любит, кто с кем конфликтует, и они жили в буфете, в театре же есть буфет, звучит музыка, они в этом все время существуют. И поэтому, когда им дали материал, они просто проглотили его мгновенно, и это было сделано, они делали как дело своей жизни. То есть это был такой всплеск тотальный, артистический, это мгновенно прошло все. Причем во время 2-го спектакля был Хворостовский, впервые в Киеве. Ну первый день забито, все понятно. Второй день, через 2 дня, второй состав, а в опере Хворостовский. Думаю, ну все, никого не будет. Я видел впервые в жизни, когда через ворота театра, как при штурме зимнего дворца, лез народ во двор. И в общем все было заполнено, люди сидели на полу прямо, не давали пожарность. В проходах, да. В проходах на земле не давали ставить скамейки, все было огромное количество людей. Это было потрясение человеческое, артистическое. В общем, в театре нелегкие времена, люди просто хотели прикоснуться к чему-то прекрасному. Да. Вероятно так. Вот сила искусства, кто бы говорил. Я благодарен театру. В театре, как всегда, много всяких событий, ситуаций. Если рассказать коду, я выходил из театра неожиданно, знал только Худрук и президент Национального ради, когда меня предложили. Значит, 29 августа, 5 лет назад ровно, почти 5 лет назад, меня представили в оркестре. А 30-го было открытие сезона. И только 30-го утром люди узнали, что я ухожу. И я пришел на собрание попрощаться с коллективом. Я не знал, какое это будет прощание. И когда сказал Худрук, что от нас уходит Владимир Александрович, я встал и сказал, что, господа, спасибо друзьям, кто... Это было спонтанно, конечно, от сердца. Спасибо тем, кто со мной дружил, кто поддерживал. Спасибо врагам, которые учились жить. Я вам благодарен. Я ухожу. В общем, я желаю этого, этого, этого. И вдруг поднимаются в полное тишине люди и начинают аплодировать. И у девчонок там, у женщин текут слезы. Для меня это было настолько щемящее ощущение. Я им благодарен очень за этот кадр, который у меня остался, так сказать, в памяти останется. Я хочу сразу высказать вам комплимент. Недавно на концерте легендарного Джона Лорда, который выступал в сопровождении вашего оркестра, я получил колоссальное удовольствие, немыслимое от сыгранности, от вообще происходящего на сцене действия. Мне даже показалось, что в первом отделении наш оркестр звучал лучше, чем Джон и его парни болгарские эти наемники. Потом уже ко второму общий саунд выровняли. Первое отделение. Я отбил себе все ладони. Я кричал «Браво украинских музыкантам!» и «Браво мистер Лорда!» Просто сорвал себе голос, связки, в буквальном смысле слова. Получил колоссальное удовольствие. Как добиться вот такой сыгранности? Силой нельзя. Это точно. Тоже нужно дать какую-то идею. И вот так получается, что пока что нам дают комплименты, что у нас хорошая атмосфера в оркестре. Ну, наверное, одна из лучших среди многих коллективов. Я думаю, что этим. Когда люди заинтересованы сотворчеством, и они понимают, что они сотворцы, они, так сказать, наемники какие-то. Да-да-да. Падионщики, понимаете? Кроме того, мы дали много гастролей, и в этих гастролях есть очень жесткие условия существования артистического, когда люди должны поддерживать друг друга. Да. И собрался коллектив. Многих людей мы проверяем перед принятием на работу через гастроли. Вот, допустим, человек побыл, скажем, два месяца в Корее или месяц в Испании. Тяжелый режим, классные залы, большая ответственность. Когда он нормально проявился, как в космосе, в одном быту, в музыке, само собой, мы приглашаем его в оркестр. Тогда с ним никаких проблем нет дальше. За последние пять лет, да, вы объездили вместе с оркестром много стран, Азии, Европы, играли в лучших концертных залах. Как принимали? Ну, мы объездили, если быть точным, 10 стран, принимали везде стоя. Это, так сказать, ну, чтобы было сразу конец цитаты. Испания, например, любит вообще аплодировать по 10 бисов. Мы один раз играли на бис половецкие пляски. Бис 18 минут. Понимаете? То есть, такие шоковые иногда стрессовые нюансы. Принимали хорошо. На концерте вдруг однажды нам сказали, мы выехали из Барселоны в Мадрид. Мы вообще выступали эти годы, нам Бог дал. Мы выступали в самых лучших залах. В первых залах этих стран. Это немаловажно, потому что можно быть и периферия, всякая жизнь такая артистическая. Так нам удалось, что мы выступали в самых главных залах. И однажды, даже после выступления в Мадриде, потом мы выступали в Барселоне. По возвращению в Мадрид была королевская семья, королева София у нас была на концерте. Потом прием был. Ну, вот это свидетельство того, что нами очень народ интересуется. Есть что-то такое яркое выступление, которое запомнилось больше других, чем таким-то фрагментом? Мы выступали в Ниме, город Ним, Юг Франции. Мы играли в Реквием Верди. Это был 1995 год. Мы выступали в Колизее. И там было 11 тысяч мест. Один сектор разрушен, три сектора восстановлены. До нас выступал Элтон Джон за два дня. Он собрал 9 тысяч зрителей. Это чисто математика. Он собрал 9 тысяч зрителей. Через два дня выступали мы, украинский оркестр. 1995 год, Реквием Верди. Это никакая не попса, не хай-звезды. На нас купили 3 тысячи билетов, а за последний час еще 4 тысячи билетов. И мы таким образом собрали летом, в жару, в июле, 7 тысяч зрителей на Реквием Верди. И в чем было потрясение? Там было много очень интересных моментов во время спектакля, концерта. Но когда я закончил концерт, он заканчивается в полной тишине. И тишина, ни аплодисмента, ничего. Я так стою, думаю, что же происходит? И вдруг слышу какой-то шорох. Нет, что? Шорох. Думаю, может, булыжник вынимают? Уже уворачиваться? Я так посмотрел, и вдруг смотрю, в полной тишине поднимаются 7 тысяч человек. И шквал овации. То есть они поднялись и потом начали аплодировать. Выдохнули? А какая публика самая классическая? Самая сложная публика моя была, наверное, в 1993 году была первая поездка Оркестра Украина в Италию и Хорватию. В чем смысл сложности? Мы поехали в Италию, нас горячо принимали, потом мы поехали в Хорватию. Чтобы было понятно, в Загреб был разбит снарядами и бомбами в зданиях дырки в 15 километрах линия фронта. В Загреб происходит фестиваль Чайковского. Мы этот фестиваль закрываем. Публика в бриллиантах сидит. Такая специально построенная была у них летняя арена. Там, где проходят концерты этого Загреб фестиваля. И вот вдруг я поднимаю руки, играет сороковую симфонию Моцарта и какой-то свист в небе, как падающего снаряда. И я опустить руки нельзя и поднять нельзя. Я так смотрю через плечо, вся публика, а звездное небо, огромные звезды. Либо самолет, либо снаряд. Непонятно. Падающая бомба. И так смотрю, вся публика по небу смотрит. Куда-то все улетело. И я. Таратам, таратам, таратара. Это такой, знаете, шок. Но эту публику мы 20 минут раскачивали с начала концерта. Во-первых, в 15 километрах война люди тоже чем-то наполнены. Поэтому они так на мякину их не возьмешь. Это минут 20 нас... После Италии было неожиданно. Минут 20 они нас брали на зуб. Потом, конечно, очень сильно приняли. Но это... Вот эти 20 минут дались... Трудно. Как вам удалось стать тем, кем вы есть? Кто я есть, можно оценить только меня со стороны. Кем я хотел бы быть, я мог узнать там, узнать изнутри. Но, по крайней мере, я все время очень хотел. Во-первых, я много работал. Во-вторых, я ставил большие цели. Я, во-вторых, что-то создавал. Какие-то все время оркестры, хоры. Студентам я делал вокальный ансамбль, писал для него музыку. Мы писали фонограммы для украинского радио. Обработки украинской фольклорной песен. То есть я все время что-то двигался. Меня гнало, так сказать, с одной стороны. А что же будет дальше? Неужели я никем не буду? Во-вторых, ну как-то вот это было в каком-то комплексе. Потом я не хотел в том числе и подвести своих родителей. Они у меня известные, там, музыканты. И как-то мама сказала, если ты будешь учиться на тройке, лучше бросай это дело. Это был первый толчок. А потом это вошло уже в такой азарт. Во-первых, когда получается, то возникает еще больше азарт. То есть вы азартный человек? Думаю, что да. В этом деле так точно. Скажите, кроме репетиций, концертов, гастролей, время на что-нибудь еще у вас остается? Наши хобби... Чем вы занимаетесь после работы? Я говорю, работай. К сожалению, или к счастью, если бы это была работа в тягость, то это была бы, конечно, трагедия. Поскольку я понимаю, что я могу дирижировать, в два часа пойти домой и больше ничем не заниматься. Но я ухожу в 10. Я вынужден бы построить офис, собрать каких-то менеджеров. В общем, сделать то, что нужно для того, чтобы оно действовало. Поэтому приходится тратить много личного свободного времени на то, чтобы... То есть вы еще и управляете, управленец в хорошем... Да, получается, что я вынужден этим... Хотя мечта каждого дирижера, только дирижер. Конечно, конечно. Владимир, вас можно назвать счастливым человеком? Ну, надеюсь, что да. Я надеюсь, что я счастливый человек. Мне остается поблагодарить нашего гостя за то, что нашел время и пришел к нам. Спасибо вам большое, Владимир. Спасибо. Спасибо. За откровенный разговор, за настоящее искусство, которое вы дарите людям. Спасибо. На сегодня у меня все. Пока.